Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Adyoga по Tableau. Сегодня у нас данные о метрополитенах мира, претяженность, количество линий и станций. В этот раз мы будем обсуждать, как с помощью Gizogram следовать данные. Давайте перейдем в Tableau, загрузим файл и построим необходимые визуализации. Выбираем вкладку Text File, выбираем файл, который мы должны загрузить. То есть, автоматически Tableau определяет, что разделитель, точка, но на самом деле это там запятая. Меняем и получаем 8 необходимых столбцов. На данном уроке у нас лишь одно задание. Нам нужно с помощью Gizogram следовать данные. Давайте так и поступим. Для решения поставленной задачи построим 3 визуализации и после добавим их все на Dashboard. Сначала посмотрим на распределение по году создания и средней протяженности метрополитена. Затем посмотрим распределение по количеству линий и после этого по количеству станций. Давайте начнем с решения первой задачи. Прежде всего нам нужно добавить количество метро в каждой стране. Таким образом добавим меру, которая будет называться Number of Subways. Она будет считаться как уникальное количество названий для каждой страны. Добавили этот показатель. Теперь можем строить первую визуализацию. то есть притаскиваем количество метрополитенов и теперь нам нужно добавить количество метрополитенов в зависимости от каждого 10-летнего промежутка. Это делается довольно просто. Мы берем код, нажимаем правую кнопку мыши, входим в меню Create и делаем Бинз. Только давайте у нас размер будет не 10,5 лет, а 10, ровно 10 лет. Так будет намного удобнее смотреть. И это измерение перетаскиваем в столбце. Теперь мы видим количество различных метрополитенов в зависимости от года. Однако у нас есть поле 0. Если мы посмотрим на данные Full Data Увидим, что не для каждого города есть год постройки этого метро. И в целом вообще довольно мало данных по каждый строк. Поэтому их проще всего исключить. Давайте так и поступим. Нажимаем правую кнопку мыши на данный столбец и вызываем Exclude. Таким образом мы исключили и теперь данные находятся в этого прямом виде. Помимо количества метрополитенов мы можем также смотреть на средний километраж. просто добавим еще одну ось. Давайте возьмем показатель километров перетащим его в строчки используем Dual Axis у нас правда все немножко поменялось но сейчас мы все вернем на места. Будем использовать средний показатель и количество метрополитенов мы переделаем в парчарт снова. И таким образом мы видим, что например с 1890 по 1900 год у нас было 5 метрополитенов со средней дистанцией со средним километражом 56 километров мы можем перейти к созданию следующего дашборда следующей визуализации только давайте переименуем вот эту как-нибудь перепишем название листа в общем будет называться Subway Subway Distribution Abay Agoda и среднего LH в таком формате следующий лист здесь мы будем делать практически аналогичные действия только с немного другими показателями теперь давайте посмотрим на то сколько линий в каждом из метро то есть какое количество метрополитенов имеет одну, две, три, четыре и больше линий посмотрим как все это выглядит таким образом нам нужно переместить количество линий в столбцы количество метрополитенов в строчке однако у нас построился scatterplot и нас это не очень устраивает здесь проблема в том что он воспринимает количество линий как меру а нам нужно ее превратить в измерение давайте так сделаем нажимаем правую кнопку мыши выбираем Dimension и можно сразу превратить все в дискретные числа и как мы видим например у нас 72 метрополитена имеет одну линию максимальное количество линий 24 и всего 1 метро такое давайте посмотрим что это такое что это за метрополитен и довольно очевидно что это не русский метрополитен у которого 24 линии также у нас появилось значение 0 то есть у нас неизвестно какое количество линий просто данное отсутствует у нас есть такой город Познань в Польше у него не прописано количество линий давайте его просто исключим как делали в прошлый раз вот мы добавили количество линий для посчитали количество метрополитенов для каждого из количества линий теперь мы можем добавить название каждого из метрополитенов то есть и теперь просто посмотреть в рамках барчарта какое из метрополитенов имеет какое количество станций довольно удобная формализация и теперь мы можем раскрасить каждый из метрополитенов по количеству станций только давайте станции мы из них сделаем столбцы то есть опять таки выбираем кнопку create bins пусть будет каждый 50 и раскрасим давайте посмотрим что получилось все верно сразу применим нам нам м встреч то есть например давайте посмотрим у нас у нас от 450 до 500 станций и мы по цвету примерно можем управлять там где количество линии минимально но соответственно и минимальное количество станций в этом есть определенная зависимость теперь давайте переименуем нам с 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 теперь построим последнюю визуацию который будет на самом деле все то же самое только немножко наоборот мы будем смотреть зависимость количества метрополитенов в зависимости от количества станций то есть у нас внизу будут располагаться станции а раскрашивать мы будем цвета по количеству линий давайте попробуем так сделать для этого на самом деле нам не обязательно строить новый визуализацию мы можем просто скопировать прошлое переименовать ее и поменять местами необходимые значения убираем поле duplicate у нас появилась та же самая станция м перемещаем станции вот сюда и мы видим что от 0 до 50 станций у нас вот такие метрополитены содержат в себе и можем раскрасить теперь по количеству линий количество линий должно быть превратим в бинц каждые пять будем рассматривать и раскрасим теперь и на самом деле было бы удобнее если бы мы переименовали немножко чтобы каждая из станции имела бы свое значение то есть если от 0 до 5 линий то так и пропишем если от 5 до 10 то опять таки пропишем и сделан так с каждой из строчек edit из от 10 до 15 от 15 до 20 и больше 20 теперь только давайте переименуем это у нас количество метрополитенов и нам будет в встрече вот вот этот шоу и теперь мы можем делать дашпорт с и перетащим каждый из графиков потому что было удобно смотреть первый поставим сюда мы можем удалить более подробную информацию по цвету потому что очи у нас и так прописаны следующий этап добавить еще два графика сюда у нас немножко все съехало давайте мы сделаем вот так вот и последний это тоже самое количество только наоборот естественно здесь желательно поиграться с цветами поиграться с небольшой настройкой чтобы каждая из визуализаций была фильтром однако это уже форматирование которое занимает достаточное количество времени и на данном уроке его показывать не буду с данным уроком мы закончили всем спасибо за внимание за субтитры спасибо за внимание Продолжение следует...